Музыка Уже многие годы деятельность бизнесмена Одна Накивана тесно связана с нашим с вами городом. Можно смело утверждать, что звание символа современной архитектуры Одессы прочно закрепилось за домами, построенными его компанией Кадор Групп. В наших домах живут по скромным расчетам 50-60 тысяч человек. Это достаточно огромное количество людей. И видит Бог, куда бы я ни шел, в первой жемчужине, во второй, в третьей, в пятой. Только и услышу слова благодарности. Несмотря на все разнообразие жемчужин, общая их концепция в комфортности, доступности и максимальной технологичности. Еще очень важный момент – внимание к безопасности. Мы в Одессу, слава Богу, привезли настоящие европейские человеческие элементы строительства. Камеры в холлах, камеры на этажах. Это для безопасности мам, бабушек, детей. Это очень важный элемент. Помимо комфортного, надежного жилья, ничуть не отстающего от стандартов в Лондоне и Объединенных Арабских Эмиратах, одесситы приобретают здесь уверенность в завтрашнем дне. Уникальную гарантию того, что их квартира будет сдана в любом случае, несмотря на все непредвиденные обстоятельства. Это персональная гарантия одна на Кивана. Договор подписан лично им. При сегодняшнем буме недостроев по Одессе, переоценить его значимость невозможно. Они мне все как родные дети. Я всегда молился за них, молюсь за этих людей, которые живут в наших домах. Я благодарен Богу тысячу-тысячу раз. Помимо того, что в Одессе одна на Кивана знают как порядочного бизнесмена, строящего самые комфортные и презентабельные жилые комплексы, за ним прочно закрепилась репутация известного мецената. Мы работаем, зарабатываем с помощью Бога, и мы считаем своим долгом отдавать и помогать. То есть Бог дает, и я обязан давать. По-другому не может быть. Так было с первого миллиона, которого я зарабатывал, так будет, пока я жив на этой земле. С его легкой руки в нашем городе реализовалось целое созвездие крупнейших социальных проектов. Улучшено жилищное положение инвалидов по зрению. Реализуется проект реконструкции школы для особенных детей номер 75. Пристальное внимание меценат уделяет образованию. За три месяца в учебно-воспитательном комплексе МРИА специалисты строительной компании Кадор Групп обустроили территорию, сделали отделку помещений и фасада, установили современные коммуникационные, климатические системы и многое другое. Низкий поклон всей компании, и, конечно же, мы стоим здесь вдвоем в последний раз. И все остальные линейки мы будем стоять вместе с семьей Киван. Образование – это не очень прибыльный бизнес, и можно сказать, очень неприбыльный, но мы уже поставили первую ногу, и с помощью Бога будем строить много школ, много детских садиков, и скоро в Одессе не будет такого дефицита. Нельзя не упомянуть помощь на нужды АТО и пострадавших в ходе событий на Востоке. А для улучшения экологического состояния нашего города Аднан Киван подарил Одессе 10 тысяч деревьев. Он лично выбирал саженцы и сам участвовал в их высадке во всех районах Южной Пальмиры. Добро радует всех добрых людей. И эта акция, она аполитичная, это во имя Бога, во имя добра, во имя наших внуков, детей, и во имя нас самих. 10 тысяч деревьев за 50 дней – это самая масштабная добрая акция в нашем с вами городе Одессе. По инициативе Аднана Кивана в 2014 году был создан благотворительный фонд для решения вопросов социально-экономического развития и благотворительной деятельности в Одесской области. Я и группа хороших предпринимателей, нас всего лишь 7-8 человек, организовали фонд на благо Одессы, в поддержку милиции, в поддержку государственности. И мы вливали туда свои личные деньги, со своих счетов. Оказывали помощь Соколу, когда он шел непосредственно исполнять свой воинский долг. Мы одевали их, помогали, приобретали автомобили. Сейчас помогаем одному воину, которому оторвало руку и ногу, решаем проблему в Германии для того, чтобы восстановить ему руку и ногу. Еще один важный момент в работе фонда – содействие проведению реформ в Одесской области. В частности, реформы правоохранительной системы. Шесть автомобилей уже официально передано Управлению внутренних дел Одесской области. Это, я думаю, вы прекрасно видели, когда господин президент приезжал, и была презентация спецназа. На ряду спецназа эти автомобили стояли, 4 микроавтобуса. Эти микроавтобусы тоже куплены за счет благотворительного фонда на благо Одессы. Поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, мы готовы отвечать. Также при содействии фонда была открыта новая общественная приемная при Одесской облгосадминистрации, куда может обратиться каждый одессит со своими проблемами. Как ни странно, нашлись злопыхатели, которыми работа фонда встала поперек горла. В ряде СМИ появились заявления о нецелевом использовании средств. Правда, непонятно, по какому праву горе-доброжелатели решили считать деньги частных предпринимателей, пожертвованные ими из собственного кармана на нужды области. Прокомментировал ситуацию в соцсети глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Против нас началась очередная грязная пиар-компания, суть которой сводится к тому, что мы якобы потратили деньги, предназначенные для помощи участникам АТО на предвыборную рекламу. Такие народные ревизоры, привыкшие считать чужие деньги и праздно шататься в балаклавах и камуфляжах по мирной Одессе, не гнушаясь банальным рэкетом, сильно портят имидж нашего города. Это, на мой взгляд, бандиты, как в 90-е годы, но только под соусом демократии. И они прыгают с места в место вокруг тех компаний, которые строят. Там, где есть деньги, там и их можно встретить. Наверняка у этих вольных стрелков есть свои кураторы в городе, которые их прикрывают и используют в своих целях. Успели отличиться эти молодчики уже ни в одном сомнительном мероприятии по Одессе. Попытались они показать свой оскал и во время совещания руководства благотворительного фонда на благо Одессы. Они не дошли до ступеньки нашего офиса, потому что они не совсем дурные, дают себе отчет о том, что это частная собственность, и охрана могла дать им серьезный отпор. Несмотря на огромный ресурс, которым располагает компания, решать вопросы псевдопатриотов в масках, Однан Киван намерен исключительно в правовом поле. Мы живем по закону, и мы обязаны чтить законность на все 100%, больше, чем кого-то либо. Мы так делали, и мы так делаем, и я так всегда буду делать. Я, как Киван Аднан, предприниматель в этом городе, и где бы я ни работал, тут, в Лондоне, в Эмирате, в Иордане, где мы строим на сегодняшний день, мы обязаны жить 100% по закону. Но решать проблему действительно нужно. Небольшая кучка людей в камуфляжах, поставившая патриотизм на коммерческие рельсы, создает реальную угрозу для нашего города. Аднан Киван уверен, они подрывают доверие иностранных предпринимателей к Одессе. Пока есть вот такие незаконные вооруженные формирования в камуфляжах, которые бегают на улицах Одессы туда-сюда и бугают бизнес, вот эта картинка, она уже известная у большого бизнеса, перед тем, как приехать сюда и инвестировать. Эти, как бугала, которые бугают всех. Пока такие маски-шоу на общественных началах в нашем городе не прекратятся, серьезных иностранных инвестиций не будет. Аднан Киван уверен, первое правило успешного бизнеса – в государстве не должно быть никаких незаконных вооруженных формирований. Не приедут строить большие заводы, не приедут строить чего-то, не приедут инвестировать в гостиничном бизнесе. Даже после того, как государство уберет все эти маргинальные элементы с улиц Одессы, пройдет минимум год, прежде чем большой бизнес вновь откроет кредит доверия Южной Пальмире. Это результат разгула своеволия парней в масках. Знаю точно один арабский банк из богатых странах Гольфа, то есть Берсийского залива. Я вел с ними переговоры, они хотели открыть банк с уставным капиталом для начала миллиард долларов, чтобы вливать в экономику Украины. И поверьте мне, спугнуло их только вот такое явление. Одесский бизнесмен уверен, скоро наш город продохнет от смога горящих покрышек и коктейлей Молотова. И Одесса снова станет символом стабильности и предпринимательства, процветания и достатка. Надежда на политическую волю реформаторов и силовиков новой формации. Я убежден, что силовые структуры поставят точку над Ираной или поздно. Обычно бандиты в цивилизованном мире, они долго не живут, не процветают. То есть их место или тюрьма, или в бегах, или третий вариант, который нам всем известен, к сожалению.